Вообще я ненавижу начало отношений, ненавижу первый этап отношений. У меня недавно был такой. Вообще ужасно прошло. Сейчас, конечно, все устаканилось, мы расстались, но все равно бесит, что нужно много переписываться, когда только познакомились, нужно много переписываться. Настолько много, что мне приходится составлять контент-план на месяц вперед на эту переписку. Я такой, ну завтра мем скину, послезавтра вопрос какой-нибудь задам, ну типа интерактив. В четверг рекламная интеграция. Собственно, мы в четверг расстались, как вы поняли. Не знаю, что-то не понравилось ей Тинькофф, не понимаю, что это, что такое. Был у врача недавно, мне врач говорит, что у меня очень сильный недобор по весу, это значит, что я очень мало вешу для своего роста. Он говорит, что если я еще хоть на сколько-то похудею, то я умру. Я подумал, ну зато легче будет нести, ничего страшного. Вообще, конечно, странно, что за врач, который лечит угрозами, что это такое. Я же мог от страха обосраться и умереть, но не подумал об этом. Боялся после этого к другим врачам ходить, прикиньте, если стоматолог такой же. Еще раз увидишь, что ты зубы забыл почистить, я тебе зубы выбью, понял? Ну, решил записаться в тренажерку, чтобы поднабрать массу, делал упражнение, которое называется «жим лежа». И тренер говорит, нужно свести лопатки, чтобы исключить из работы лишние мышцы. Думаю, да какие еще лишние мышцы, извините? Дайте мне все мышцы, которые есть, тренер. Я за выживание борюсь вообще-то. Я стал ему за тренировку платить, подумал, зачем ему лишние деньги, правильно? Еще после тренировки он говорит, не беспокойтесь, завтра с непривычкой будут мышцы болеть, это нормально, так у всех, ничего страшного. Я это и так знал, потому что я не первый раз, первый раз хожу в зал, я уже знаю. Я уже специально не напрягаюсь выше определенного порога, чтобы завтра не болели мышцы. Мне тренер говорит, давай на максимум, я такой, два раза это максимум, тренер, не надо. Все нормально. У меня дома посудомоечная машина, и недавно решил прочитать к ней инструкцию. Там написано, что перед тем, как поставить туда посуду, ее нужно промыть водой от остатков пищи. Я думаю, а ты тогда что будешь делать, посудомойка? Я гречу отскрябал от тарелки, ты будешь просто водой поливать полтора часа. Кто из нас посудомойка после этого? Такое чувство, что мне попалась посудомойка-феминистка. Э, давай сам, щенок, я это не буду мыть, я тебе не посудомойка. Еще это похоже на продолжение сказки про кашу из топора. Не знаю, помните или нет, сказку, где солдат наебал бабку с кашей из топора. А потом продолжение, и бабка сидит такая, блин, еще посуду мыть. Не волнуйся, бабка, у меня есть чудо-машина, которая сама моет посуду. Вау, давай скорее сюда. Да, но правда перед этим ты должна помыть посуду. Все по старой схеме, бабка. У меня в школе была сумасшедшая биологичка. Как-то посреди урока просто ни с того ни с сего говорит, дети, запомните, геи против природы. Просто продолжила про рыб что-то рассказывать дальше. А мы вообще даже не знали, кто такие геи. Могла бы объяснить сначала. Мы дети, откуда нам знать? Все, что мы знали про геев, что они против природы. Кто это? Какие-то полиэтиленовые киборги? Потом, когда вырос, подумал, странное утверждение. Даже если предположить, что это действительно так, геи против природы. Что это за битва такая? Вообще неравноценные силы распределены, согласны? Да, если взвесить. С одной стороны, 2% мужиков, а с другой, вся природа, вообще вся растения, животные, вирусы. У природы в арсенале есть извержение вулкана. А у геев что, Стас Костюшкин? Как они будут бороться? Причем геи против природы именно в таком порядке. Как будто геи первые напали. Как будто нет больше дел никаких. Решили все проблемы с Чечнёй и со всем остальным. Чем бы нам заняться? Нападем на природу, пожалуй. Еще непонятно, что значит напасть на природу. Это крапиву палкой пиздить. Считается, что ты... Я в детстве гейм был, получается. Стремно, что биологичка воспользовалась своим авторитетом. Мы знали, она биологичка, она шарит в природе. Мы чисто из-за этого ей поверили. У нас не было мнения с другой стороны. У нас не было гееведения. Где препод такой. Не, не, это биологичка против природы. Вы ее не слушайте. Тяжело было с этим жить, потому что это первое мнение про геев, которые вложили в мою голову, и оно укоренилось из-за этого. Мне тяжело было перестроиться. Я много людей встречал по ходу жизни, которые такие, да, геям нужно больше прав. Всегда смотрел на них, думал, блин, ты, конечно, круто говоришь, но ты вообще в курсе, что они против природы, чувак. У тебя биология была в школе, нет? Чего ты позоришься? Недавно друг попросил меня денег взаймы. Я ему скинул. Он пишет спасибо, я говорю, не за что. И он пишет, ты знаешь, вообще я не вежливо говорить не за что в ответ на спасибо, потому что таким образом ты обесцениваешь свою помощь. Я думаю, офигеть, я тебе помог, а я еще вежливым должен с тобой быть. Думаю, в следующий раз, когда он скажет спасибо, ответить, пошел нахуй. Достаточно вежливо. Ну а что остается там? Пожалуйста, обращайтесь. Обращайтесь тоже не всегда подходит по смыслу, оказывается. Нужно следить прям, когда говоришь, обращайтесь. Недавно в одном месте незнакомый мужчина спросил меня, где здесь туалет. Я ему подсказал. Он говорит спасибо, я говорю, обращайтесь. Я теперь боюсь, что он реально будет ко мне обращаться с этим вопросом. Будет звонить, алло, я сейчас в Третьяковке, где здесь туалет, ему подскажешь. Хорошо, что я не сказал, не за что обращайтесь, потому что тогда он бы звонил и не благодарил в конце. Просто ссал бы везде по моей наводке. Не люблю читать книги, притянаюсь вам, не люблю читать книги. Потому что засыпаю каждый раз, когда читаю книгу. Даже если мне очень интересно, все равно мой мозг такой, ну сон, наверное, интереснее. Давай сон посмотрим. Мне как-то приснилось, что я читал, и я впал в кому из-за этого. Представляете, ужасно было. Люблю фильмы смотреть, потому что фильмы легко смотреть, да? Я не понимаю людей, которые говорят, что отдыхают во время чтения книги. Жесть, как вы читаете? Вообще не стараетесь, что ли? Я прям работаю, когда читаю. Мне зарплату за это надо платить, понятно? Когда я читаю художественное произведение, мне в голове нужно держать имена всех персонажей, мне нужно рисовать их образы, конструировать всю атмосферу вокруг. И все это на протяжении пяти лет, пока я читаю книгу. В фильме я вообще не парюсь. В фильме все это за меня делает команда профессионалов своего дела. Я просто потребляю готовый продукт. В книге вообще не профессионалы. Когда я читаю книгу, у меня в голове всех персонажей играют актеры из шести кадров. Прикиньте, если бы в экранизации Гарри Поттера профессора Снейпа играл Федор Добронравов. Ужасную. Спасибо. Я так понял, вы больше за книги, да, чем за фильмы? Спасибо. Ладно, я понял. Не в тот город приехал, нахуй. Вали обратно в свою Москву, где вы там фильмы смотрятся. Бывало у вас такое, что не можете вспомнить, как одним словом называется какая-то вещь. Точно помните, что было слово конкретное, не можете вспомнить. И тут вам кто-то говорит это слово. Вы такие, а-а-а-а. Так я это слово никогда и не знал, получается. Понятно. На этом все. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует...